Меня зовут Алекс Эрт. Спасибо Георгию за пару слов. Я работал на компанию Attunity уже 5 лет. В прошлом году Клик заинтересовался, Attunity купил с рынка. И теперь мы внедряем наши продукты на счет платформ интеграции данных. Я сам нахожусь в Менщине, но поддерживаю пока тоже интерес компании с Россией, так как могу еще немного по-русски говорить. И мы, конечно, хотели бы сначала рассказать, что это за софт, что это делается, куда это внедряется, и побеседовать с вами, если какие потенциальные интересенты, которые могли бы это внедрять. Вы меня нормально слышите, да? Георги, слышно меня, да? Да, 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 все хорошо, слышно, видно. Отлично. Так, вот смотрите именно на левую сторону, где рассказывается о данных. Это именно мы делаем то, что в этой вот в левой стороне написано. Занимаемся Change Direct Capture. Именно вот оптимизация загрузки их данных, потом управление потоком в озерных данных, если вы строите какие-нибудь там озерные данные на Hadoop или там Data Lake на Cloud, Asia, Amazon, то мы можем вам помочь. Потом, если вы можете делать какую-нибудь автомизацию насчет хранилищ данных, если у вас, например, там какой-нибудь Oracle State или SQL как хранилище данных, то тоже мы можем вам кое-что предложить. И, конечно, занимаемся потом Data Cataloging и подготовкой данных для Data Marts. Здесь просто еще Attunity Logo еще находится именно вот в этой левой стороне. Все, что потом занимается аналитикой, это уже наши коллеги с Click Data Analytics Division. Теперь, значит, у нас как две такие дивизии находятся Data Integration и Data Analytics. Я именно занимаюсь оптимизацией загрузочных данных, Change Direct Capture, потом управлением потоком в озерных данных и данных хранилищ. Как это примерно выглядит? High-level architecture. Вот с левой стороны все источники, которые у вас есть в компании, как по России в основном, relational databases, mainframes, наверное, нету, может, там один-два клиента есть. Вообще, по Восточной Европе очень много mainframes находится. Это старые IBM-овские платформы. Но дело в том, что у нас коннекторы такие есть, которые могут и нормальные relational databases, mainframes, no SQL files, big data, данные в облаках. Мы это все можем подключать. И через Attunity Platform подготавливаем эти данные для или Data Cataloging, или потом для BI consumption, там, например, Click BI или другие BI-решения. Модернизация процесса интеграции данных. Мы именно там внедряем наши технологии, где большие объемы изменений есть в данных, где такие, как гетерогенованные источники. Это вот не только если у вас SQL, но может там и SAP есть, и потом IBM-овские платформы или другие, да, именно вот такие вот гетерогенные источники. или вы, например, делаете данные в реальном времени, да, почти данные там real-time иметь. Кто такое Attunity или что это за компания? Имеется лидером в области Change Data Capture. Есть Gartner Reports и другие reports, где именно про нас описано. У нас наиболее полная Матрикс или Матрица поддерживающих платформах. Я потом буду по насчет Матрикс рассказывать, какие именно платформы мы поддерживаем. Потом современная архитектура и пользовательный интерфейс. Потом захват обновлений из источников в реальном времени и доставка данных, готовых для аналитики. И потом публикация в BI и инструментами научного исследования данных. Второе. Мы имеемся лидером в темах области интеграции в миграции данных в облачных платформах. Доверие основных облачных провайдеров, как там даже Microsoft или Google или Amazon. мы уже интегрируем почти 200 тысяч различных банк-дазы, датабайсис или... Да, да. И мы навъябряем в облака. У нас есть полноценная доставка данных в облака и в каталогизации. Имеем, значит, лидером в простоте использования и автоматизации. Именно что у нас есть автоматическое сопоставление созданных целевых таблиц, например, и наполнение этими данными, потом быстрое создание структур данных готовых для аналитики и каталогизация, значит, потом поиск и масштабируемый доступ данных для использования. Так, почему именно вот клиенты интересуются нашей платформой? Во-первых, и есть, значит, кое-что, где нужно именно реальное время, да, данные в реальном времени. И наша архитектура изначально разработана для захвата данных в реальном времени и для доставки готовых для аналитики данных. Потом второе, это именно гетерогенность, что да, прозрачное перемещение данных в реальном времени между гетерогенными системами. Это вот, как я объяснял, не только, например, Oracle to Oracle, да, или там SQL to SQL, но и, например, Oracle to Postgres или SQL to Azure, это именно вот такая вот гетерогенность, где другие такие же платформы уже хромают. А для нас это key differentiator. Встреча это полноца автоматизации, не только вот начальная и инициализация, там, bulk load, например, мы делаем. Потом создание таблиц на приемников автоматически, автоматическое сопостановление, потом синхронизация схем, создание хранилищ данных, вот именно на Data Warehouse или там на витрин, как Data Marts или на Azure данных, Data Lakes. Потом зооргизация наборов данных и публикация в BI. И четвертый случай это вот именно масштабирование и стабильность. Мы поддерживаем уже примерно 250 2500 заказчиков, клиентов, которые включают наши технологии. Половина этих клиентов имеется на Fortune 100. Большие фирмы, которые внедряют такую технологию. Потом масштабное исследование для охвата постоянно изменяющего технического ландшафта. И глубокая экспертиза в данных. Мы находимся на рынке уже почти 30 лет и оптимировали эту платформу значит очень хорошо. что мы видим вообще на рынке сейчас. Мы видим именно такие проекты, где строятся там Infrastructure as a Service, Platform as a Service и разрабатывается какое-то приложение в облаке, например. и для этого нужно конечно поддерживание иноследственных приложений, потом ускорение для разработки новых приложений, потом высокая масштабность и требуются конечно доступники данных в реальном времени из различных источников. мы видим на рынке еще именно оптимизацию Data Warehouses или хранилищ данных как Data Warehouses as a Service такой тренд идет, например. Мы поддерживаем этот тренд, да, мы делаем удовлетворение новых бизнес-требований, потом делаем автоматизацию хранилищ данных, заменяя традициональный ETL, этот подход имеет самообслуживание, потом требования по доступности данных реального времени и систем on-premise и в облачной среде. И третий тренд это уже идет насчет озера данных в облаках или Big Data, Kafka, Streaming, такой тренд, мы тоже его поддерживаем, этот тренд, потому что там тоже требуется по созданию управленных озер данных, масштабируемой обработкой больших данных Big Data и требования по доступникам данных в реальном времени. Мы поддерживаем эти три тренда на рынке. Как конкретно мы это делаем? У нас уже рассматриваются и таких специалистических случаев использования нашей технологии. Первый случай мы его называем просто как Commit to Commit. Это именно Committed Transaction на источнике. Вот здесь на левой стороне написано RDBMS или хранилища данных какой-нибудь или файлы Mainframe SAS потом SAP Committed Transaction когда изменения делаются на источнике мы просто это изменение данных передвигаем на приемник. И приемник в этом примере вот например Oracle SQL или Kafka или MySQL Postgres все эти системы. Это первый такой самый легкий случай использования нашей технологии. Второй случай это уже когда Committed Transaction на источнике это изменение передвигается не только на приемник, но уже до Data Marts до витрин. Мы его называем Committed Model. Здесь уже строится не только одна платформа, но и вторая Compose for Data Warehouse где мы именно занимаемся Automated ETL. И третий такой случай использования это именно когда Committed Transaction на источники передвигается до Data Lake уже например платформы на AWS Azure или Big Data Cloud Workworks мы считаем это уже как третий случай использования нашей технологии где вы будете видеть как это все быстро и легко делается. И конечно в последних двух случаях можно тоже делать еще Data Cataloging и может движутся данные к BI Platforms. Насчет metrics поддержки платформ. Здесь просто расписаны все источники например которые мы сейчас в этом времени поддерживаем out-of-the-box нормальные там relational databases Oracle SQL DB2 Postgres Sibase Informix или хранилище данных если у вас данные хранятся уже на Exodate Teradise такое мы тоже можем подключать Mainframe ZOS Platforms SAP Platforms и конечно если уже данные в облаках находятся мы можем тоже подключаться к Amazon AirDS или там Azure SQL такие платформы и насчет приемников на правой стороне тоже конечно здесь уже начинается с облаках там AWS Azure Google может для вас это не очень интересно но в середине уже написано Azure данные например там Hortonworks Cloudera или даже простое хранилище данных если он премис Oracle Teradata IBM NetEase Vertica мы тоже это поддерживаем или простые данные базы данных если просто имеется желание с одной базы данных другую данные перекачивать in real time так я пару раз уже говорил насчет облаков это именно расписано просто как мы конкретно в облаках поддерживаем данные в облаках есть также вот например Database as a Service Amazon RDS или Azure по-моему называется Database SQL и Google SQL или там хранение данных на SS3 или ADLS GCS все мы это поддерживаем или Hadoop какой-нибудь State потом Streaming Kinesis Event Hubs Kafka Data Redshift Snowflake Databricks такие вот платформы мы этих платформ поддерживаем аргументы и доказательства наших клиентов просто 8 примеров от компаний которые внедряли нашу технологию и их отзывы Automake Afford например подключил 4500 различных исходных приложений для наполнения озера данных потом Philips прокручивает 37 миллионов records записей в Amazon Redshift за меньше чем 1 час S&M Company они внедряли Data Warehouse Automation и говорят что 10 раз быстрее или увеличилась скорость процесса чем VTL нормальном End Demand Company прокручивает 2 гигабайта данных по секунду Leading Financial Services прокручивает больше чем 10 миллиардов строк за час 40 Greenplum и Global Insure значит загруживает данные меньше чем 10 минут когда у них раньше было 6 или 8 часов такие вот отклики от нас значит как это именно делается вот это пример уже вот здесь фирма SNM они внедряли Data Warehouse Automation и говорят что это 10 раз быстрее чем нормальный там ETL мы делали один пример на фирме тест и цель у нас была такая цель сократить повторяющие задачи на примерно 80% мы выполнили около 25 задач которые являются общими в процессе реализации проекта значит данных хранилищ мы абсолютно делали одинаковые задачи где мы использовали Attunity Compose это вот наш продукт и тоже прокручивали потом Informatica PowerSense самый нормальный такой ETL и цель состояла в том чтобы продемонстрировать почему клиенты использовавшие традиционные инструменты интеграции данных говорят что внедрение изменений может стоить столько же сколько и Ferrari это именно у нас даже был такой клиент который отзывался хорошо от нашего проекта и он объяснял что внедрение вот именно Attunity Compose Data Warehouse Automation он экономил просто такую стоимость как Ferrari использовался нашим методом что именно мы прокручивали вот репликации в зоны посадка и QDI это уже Attunity Compose сейчас называется Click Data Integration и потом с правой стороны инструмент это была информатика и все вот эти шаги мы потом прокручивали определение первого источника выявление модели первого источника потом создание зон или Staging называется или потом сопостановление зон посадки опять создание ATL переносы Staging в Data Warehouse потом эти шаги еще раз повторяются создание витринных данных из хранилища данных перенос из среды разработки в продукты и добавление столбца в модель все эти шаги мы прокручивали на двух софт и у нас получилось Click Replicate или Compose 24 полностью автоматизированных шага потом инструмент ETL 8 полностью автоматизированных шагов 8 частично автоматизированных шагов и 9 ручных шагов значит вот пример потом с компанией Zurich Financials где они именно внедряли ETL их отзыв был такой что они планировали 45 дней на кодирование ETL и с помощью Click Compose они выполнили эту задачу на 2 дня это результат примерно общая стоимость реализации снижения на 80% потом снижение объема генерированного кода ETL на 95% перевод хранилищ продуктивный режим за 3 месяца вместо 12 месяцев это быстрее на 75% и реализация изменений на 12 раз в годов вместо 2 раз в годов улучшение на 500% такой отзыв есть конечно другие тоже references клиенты которые внедряют я вам объяснял что у нас именно имеют три случая использования первый вот committed to commit committed transactions pure CDC я называю это вот компания генераль акта Bitmark они именно занимаются таким использованием здесь интересно что например Bitmark внедрил это уже 300 различных источников эта платформа поддерживается второй случай использования это commit to model где мы именно видим 80% автоматизации хранилища данных вот компания Цюрих я уже вам объяснял что именно вместо 45 дней ETL программинг они это делают на 2 дня Ferguson делает Data Lake с нашим методом Devon по-моему тоже Data Lake based on Asia и от этих случаев использования это commit to conform здесь тоже вот в прошлом году например мы еще раз сделали большой проект Hapacloid где я сам участвовал и коммерцбанк где тоже я сам участвовал коммерцбанк строил Big Data платформ и отзывается так что с нашим методом они могут прокручивать данные до витрин почти на 30 минут с прошлым методом который у них был им надо было 3 дня примерно пока они получат новые данные источников так вот я все объяснил вроде вопросы видите экран я могу этот линк с вами конечно делиться с вами это уже recorded demo у нас есть как видео channel можно смотреть здесь просто сейчас utility replicates user interface и делаем new endpoint connections сначала confluence таргет идет или приемник Kafka в этом примере можно per user drop facility drag drag and drop посередине просто показывать какой у вас приемник там Kafka или SQL или Postgres это все там уже стоит в Kafka именно там еще broker service надо будет включать и authentic сертифицируем метод care browse или такой selecting database это уже идет source testing connection у нас всегда сначала чтобы permissions нам нужны были и testing connection очень важно если конечно зеленая то connection есть можно значит работать сейчас включаем source да в этом примере это Oracle по-моему опять testing connections и теперь мы делаем как новый task task это для нас connection between source and target его просто назвать этот task и этот task теперь будет именно смотреть изменения данных apply changes это именно изменения данных source Oracle и будет перекачивать эти изменения в target Kafka в этом примере да можно и так вот его поставить drag and drop как я говорил Oracle source и Oracle target здесь здесь он еще просто может селектировать например просто данные из HR department или там можно какие-нибудь таблицы просто селектировать с таблиц просто данные выкачивать не со всей databases а именно какие-нибудь таблицы которые важны и даже кое-какие трансформации можно делать rename schema или rename tables add columns drop columns convert data types такие малейшие трансформации это тоже можно здесь делать но там joins мы такое не делаем да это уже ETL идет joins lookups такие вот именно эти вещи мы на replicate не делаем но их можно делать в compose for data warehouse это уже вторая технология для второго use case commit to model это это показывается commit to commit real change data capture pure changes replication так здесь он показывает что apply changes потом можно смотреть на target это уже идет confluent target Kafka tool там можно уже смотреть если какие-нибудь изменения кавкат это еще open source но мы и работаем с конфликт это уже как про прайчу считается и здесь просто он показывает вот было там 100 insert и на ташборд видно что прокрутилась уже эти 100 insert они должны быть потом на таргет на кавке им сердце же изменения до которые идут именно этот чинь для капча случае использования комит с комит one комитет transaction on the source to a community transaction on the target просто показывает что вот изменения нашлись даже если например схема изменяется то мы это потом поддерживаем так немного прокручу потому что этот пример самый простой такой да и здесь что еще можно делать не только apply changes но и bulk load балк лодз значит как сей сей дэнэбэйсис сначала девается как дал код копий а потом делается apply changes так я просто паузирую потому что здесь уже больше ничего не будет это простой пример а как работа это чинить и матрики именно 1 вот юский или лучше использование комитет сакшен в источнике комитет сакшен в приемнике вот как я рассказывал второй случай использования это комит туману для нас это уже full blown композ именно для данных для хранилища данных которые находятся на ораку или на айску или на для этого будет одно демо и потом композ тоже внедряется на третий случай использования это комит туман форм для дэта лайков это такая версия просто композ я вам вот два линка пошлю вы можете потом смотреть у меня здесь еще там 14 минут видео которое я могу или просто прислать или сейчас здесь показать и пару линков где более подробнее это все объясняется да можно час примерно смотреть как это все же делается я вот слайд восьмой просто сейчас еще раз покажу потому что эти три юзкейс из так и написаны именно вот первый да юзкейс или случай использования если у клиента есть желание данные значит изменение данных перекачивать с одной системы в другую если они может строить новый дэйра вархаус а или они строят какой-то там кастримин платформ они должны обязательно просто посмотреть на нашу технологию потому что то есть у нас есть у нас unique selling points да здесь именно потом второй юзкейс это вот если строится хранилищ данных на ораку или на SQL и нужны данные с различных источников здесь уже может быть даже вопрос насчет какой ETL можно использовать там если они смотрят может на информатику или другой ETL продукт то должны тоже на нас посмотреть потому что здесь мы тоже какую-то скорость предлагаем и не только скорость но и то что проекты будут делаться быстрее чем традициональный ETL и третий вот этот юзкейс или случай использования это если клиенты строят data lakes если строят big data платформы то там тоже именно в новых этих платформах мы называем это commit to conform conform to the new platform да вот внести данные с традициональных там ораку или файлов или и положить их куда-нибудь в новые платформы это просто но потом разобраться с этими данными в новых платформах это сложно и мы именно предлагаем автоматизацию которая сможет полегче разбираться с этими изменениями которые идут с различных источников мы можем строить быстро data marts в облаках или big data вот такие вот три самые конкретные юзкейсис где можно беседовать с клиентами мартфон